Когда тренер Дмитрий Волобуев совместно с коллегой по цеху Татьяной Шевыревой предложили проводить соревнования по парусному борду, никто не верил, что идея ждет оглушительный успех. Занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья начались год назад. Одним из первых на тренировке стал ходить Сергей Новиков, потерявший ногу в 15-летнем возрасте из-за онкологического заболевания. По словам тренера, в начале занятия шли тяжело. Ну, конечно, когда он поехал, а поехал он это было на Рождество, это, знаете, как был дар такой божий. Когда он поехал, мы его затащили на горы, и он оттуда его поехал. Это, конечно, слезы было. Это было так сильно. Уже через месяц после начала первых тренировок Сергей Новиков завоевал две серебряных медали на Кубке России. А чуть позже на чемпионате в Миасе в сноубордкроссе выиграл золото. Задача на соревнованиях, рассказывает спортсмен, была одна – победить и преодолеть самого себя. Тем более, что семья чемпиона – поклонники крутых виражей и горнолыжных трасс, и ему всегда хотелось быть ближе к родным. Учитывая, что вся семья у меня каталась в тот момент на лыжах, я просто внизу на горнолыжке стою, ждешь, пока кто-нибудь спустится, для того, чтобы их там пофотографировать, еще что-то. И все, все твое присутствие на горнолыжке ограничивается этим. Теперь кататься можно вместе и на новом спортивном снаряжении. Подарок Сергею Новикову сделал Центр спортивной подготовки, обеспечив чемпиона России профессиональным оборудованием – сноуборд-доской, шлемом, ботинками и необходимой защитой. Уровень подготовки растет, класс спортсмен подрастает, результат улучшается. И я думаю, что приобретение такого современного оборудования, экипировки, инвентаря, оно, конечно, сработает на результат. Сейчас спортсмен тщательно готовится к очередному чемпионату России. Он пройдет в марте в Миасе. Поддержку Сергею Новикову оказывает Самарский регион. Спортсмену оплатит поездку на соревнования и поддержит финансово в случае победы. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.